Добрый день! И мы на этой неделе находимся в недельной главе ТЦВ. Тема нашей недельной главы – особое деяние, которое носил первосвященник Коэн Агадоль и другие Коэны во время службы в храме. Почему они носили эту особую одежду? По словам Тора, это было лейковод у латиферет – для славы и для великолепия. А что это значит? Для чьей славы? Для чего великолепия? Кого или, может быть, что таким образом почитали и прославляли Коэны? Мы все хорошо знаем, что сущность человека заключается не в теле, а в душе. Тело, которое мы видим, это всего лишь физическая оболочка, сделанная для каждой души и приспособленная для того, чтобы ее вмещать. Одежда – тоже оболочка, но ее отличие от тела человек ее может выбирать. Одежда отражает сущность самого человека. Часто мы, того не замечая, выбираем те или иные одежды, которые нам просто нравятся, а мы проявляем для окружающих свою сущность. Но часто бывает, что выбор одежды демонстрирует то, как человек желает представить себя окружающим миру. Он может хотеть обмануть окружающих. Человек приходит на деловую встречу в костюме, в галстуке и создает впечатление респектабельного делового человека. А сам на самом деле, разглядя и шалопай, мы пользуемся этим приемом осознанно. Мы осознанно хотим перед кем-то представить в другом облике. Но часто это происходит и неосознанно. Мы просто оделись, как пришлось, но нас всегда встречают по одежке. И это работает помимо нашего желания. О нас составит представление по тому, как мы выглядим. Если на самом деле я не такой, то обман произойдет все равно помимо моей воли. И интересно, и это важно понять, что все это заложено Всевышним в самом слове на святом языке бэгэд, одежды. И корень бэгэд встречается нам, например, в молитве Таханун. Ашанну, богадну, говорим мы. И это умные люди перевели, как мы были вероломны, то есть обманывали окружающих. Или, может быть, это нужно назвать не обманом, а, например, манипуляцией. Но суть все равно остается той же. И это еще раз показывает, насколько лошон койдыш, святой язык, отражает суть предметов и процессов. И то, что вложил в этот корень Всевышний, работает на протяжении веков, до наших дней. Повелев койном облачиться в великолепную одежду, бог указал на то, что сущность человека великолепна. И это его душа. Она создана по его величественному образу и подобию. И о славе, например, мы тоже говорили на предыдущей главе Трума. Тора славой называет шхину, божественное шахину, божественное проявление. Человек должен осознавать, что является почетным носителем божественной души, которая, в свою очередь, является частью самого Всевышнего. И тогда понятно, почему одежды Коэна для славы и для великолепия великолепия. Но важен и следующий шаг, что наша слава и великолепие одновременно и привилегия, и ответственность. Чем лучше человек осознает, что в нем заложен образ Бога, тем более достойно будет он себя вести. Ведь он больше, чем физическое тело, и не подобает ему опускаться духовно, вести себя неправильно, грешить. А также не может быть и речи о гордости собой и высокомерии. Гордиться нужно не собой, а образом Бога в себе. Естественно, и в других видеть, в первую очередь, красоту Бога в нем. И тут мы автоматически коснулись другой стороны понятия одежды, одежды души. Так же, как и у тела, так и у души есть одежда. Это медот, качество человека. И основные медоты в человеке четыре, они соответствуют четырем основным элементам природы. Что в очередной раз показывает, что все связано, не случайно, системно и устроено так, кем-то обладающим высшим разумом. Так вот, эти четыре медоты – это гордыня, огонь, вожделение, воздух, удовольствие, вода, материальность, приземленность, земля. Из плохих медов человека, то есть плохих сторон этих качеств, происходят все грехи. И встречают по одеждам тело, а потом вступают в силу одежды души, нашей черты характера. Общаясь с другими людьми, мы проявляем различные свои черты характера, и окружающие знают нас такими, как мы себя с ними ведем. Качество характера – это и есть одежды души. И они работают абсолютно по-доброму образом одеждам тела. Нас встречают и нас понимают по одежке, по одежке тела, по одежке души. Одевая в различные моменты жизни различные одежды тела и души, мы манипулируем сознанием окружающих. Такой мотив и в одеждах первосвященника. Украшая тело, они тем самым служат для славы и великолепия души, для славы и великолепия Всевышнего в нем, в первосвященнике. И давая повеление об одеждах первосвященника, самого высокодуховного представителя еврейского народа, Всевышний хотел достучаться до нас, до евреев XXI века. Ведь это он, первосвященник, один раз в год в Йом-Кипур, в день искупления, заходил в святая святых в мешкание, потом в Иерусалиме в храме, и вымаливал искупление для всего народа и для каждого еврея в отдельности. Он заходил в то место, где находился ковчег завета, с крышки которого Всевышний разговаривал с Машей Рабейну. И это было место мощного проявления божественного присутствия, то есть самой высокой концентрации духовности. Если первосвященник был недостаточно духовно чист, он умирал. И это было не наказание за его нечистоту, ни в коем мере. Это было простое следствие того, что место высочайшей концентрации духовности не воспринимает духовный изъян. Имея самый малый изъян в духовной чистоте, первосвященник умирал. Умирал самый высокодуховный представитель нашего народа, умирал за малейший изъян в одеждах тела или в одеждах души. И мы можем экстраполировать эту формулу для любого места далее от святая святых. На большую территорию храма, западной стеной, которого являлся котр, стена плача, могли зайти люди, только пройдя процедуру духовного очищения, иначе они могли умереть. А дальше, вокруг храма, вокруг Иерусалима, по всей земле, что происходит? Это же понятно, что если пусть даже незначительное присутствие Бога есть на земле, если есть проявление в той же высшей духовности, то она не терпит, не воспринимает духовный изъян по всей земле. А духовный изъян выражается в том числе и в нарушении законов Бога. Если наивысшая концентрация в духовности вызывала смерть, то меньшая концентрация духовности все равно что-то вызывает. И эта самая высшая духовность передала нам в письменной и в устной торе законы своей реакции на духовные изъяны, на изъяны в нашем поведении. И они, да, в редких случаях вызывают смерть. Да, есть такие нарушения законов Бога, про которых написано, что они вызывают смерть, наказываются смертью. Но есть и другие наказания. Страдания, которые должны прийти на человека, если он до Йом-Кипура вовремя не раскаялся. А есть такие нарушения, от которых раскаяние Йом-Кипур не спасают от страданий. Более того, есть наказания хуже смерти. И кто-то скажет, что же может быть хуже смерти? А оказывается, что хуже смерти – отсечение души от тела, что означает, что это тело не будет оживлено вместе со всеми другими телами при оживлении мертвых и не приобретет вечную жизнь. Это смерть навсегда, навечно. Это лишение вечной жизни, и это страшнее смерти временной. И разговор о первосвященнике в нашей главе напоминает нам, евреям 21 века, обо всем об этом. Нам нужно вернуться к одежде и к тому, что повелела высшая духовность. И сделай священное деяние твоему брату Орону для славы и для великолепия. Я не ушел куда-то в сторону, я тут в нашей теме. Вспоминая о том, что происходило с самым высокодуховным представителем нашего народа, если в его одеждах тела или его одеждах души был изъян, мы понимаем, что Всевышний в своей торе хотел донести до нас. Бог указал на то, что сущность человека великолепна. И эта душа, я уже сказал это, она создана по его величистенному образу и подобию. Человек должен осознать, что является почетным носителем божественной души, и что это одновременно привилегия и ответственность. И ответственность доходит аж до смерти. Так вот, обладая внутри себя этой славой и великолепием, высокой божественной душой, негоже вести себя недостойно ее. Нужно осознавать и ценить нашу истинную сущность и работать над тем, чтобы стать достойным носителем божественной души, заложенной в каждом из нас. Корень которой находится в самом Всевышнем. И тогда, и разговор об одеждах, которые мы носим, и одежде тела, и одежде души, он становится не праздно-философским, а очень даже прикладным и конкретным. Одеваться и вести себя нужно достойно своей сущности, достойно той самой божественной души. Брахавы от слоха, благословения и успеха. И остаемся и дальше в поисках смысла.